Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами по разнообразным темам поделится юрист Ян Челетарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый. Это Кирова.ру. Обращаю ваше внимание на наш сайт, где есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы заранее можете узнать о том, кто будет у нас в гостях в особом мнении. Если у вас есть интересный вопрос, пожалуйста, можете задавать. Ну и все программы, которые делает наша редакция, они позже появляются на сайте. Аудио и видеоверсии можете заходить, читать, комментировать. Все это доступно в ежедневном режиме. Тем у нас сегодня немало. Хотел бы начать с деятельности нашей прокуратуры. Как известно, 18 мая, то есть в прошлый понедельник, неделю назад, исполняющий обязанности прокурора Кировской области Александр Акатьев подписал исковые документы, касающиеся конкурса на реконструкцию центрального рынка. Документы поданы в арбитражный суд. Прокуратуру беспокоят очень многие вещи. Ну вот то инвестиционное соглашение, заключенное администрацией города с фирмой БСП Инвест Плюс на реконструкцию центрального рынка. По мнению прокуратуры претензии вызывает и сам конкурс. БСП Инвест Плюс, как известно, единственная была компания, заявившаяся на этот конкурс. Прокуратуру беспокоит и то, что, а как так, муниципальное унитарное предприятие, коим является центральный рынок, оно будет передано, собственно, введению, да, этой коммерческой структуры, оно будет распоряжаться имуществом и землей. В случае, если что-то пойдет не так, компания не будет выполнять обязанности, то, возможно, штрафные санкции в максимальной сумме 75 миллионов рублей, но при этом уставный капитал всего лишь 10 тысяч рублей. То есть в этой части у прокуратуры возникают сомнения. Вы разбирались по всех этих претензиях? Обоснованы ли эти претензии? Вы знаете, конечно, очень смело сказать о том, что я досконально узнаю всю ситуацию. Все-таки я большей частью знаком с ней сообщений средств массовой информации. Что-то, конечно, удалось узнать от чиновников городской администрации. Вы знаете, я думаю о том, что с рядом претензий прокуратуры я, наверное, не соглашусь в части, например, размера уставного капитала БСП Групп, суммы максимальной штрафных санкций. Почему? Потому что инвестиционным соглашением предусматривается банковская гарантия. В этой части, на мой взгляд, немножко необоснованы претензии. В то же время с рядом замечаний, которые высказывает прокуратура в адрес этого соглашения, я, наоборот, согласиться готов. Почему? В этом документе предусматривается возможность со стороны инвестора БСП Групп в одностороннем порядке, без согласования с администрацией, менять технические параметры той недвижимости, которая передается фактически в управление данной компании. На мой взгляд, это не совсем корректно, мягко так скажу. Почему? Потому что все-таки, если город ставит своей целью получить качественно обустроенный торговый центр с местами для реализации в том числе и продукции сельхозугодий кировчан, все-таки согласование конкретных технических параметров тех строений, которые будут там возводиться, является, на мой взгляд, обязательным и существенным условием. Соответственно, в этой части, я думаю, что исковые требования прокуратуры, арбитражный суд поддержат, хотя, гадать не будем, подождем, посмотрим. Ну, сам факт того, что БСП Инвест Плюс, как единственная компания, участвующая в этом... Это незаконно, да? Ну, смотрите, законодатель как раз предусмотрел ряд моментов, которые специально регулируют те случаи, когда на какой-то конкурс, на какие-то торги заявляется всего-навсего один участник. Главное, чтобы была возможность заявиться на подобную роду конкурс у неограниченного числа желающих. Насколько понимаю я, в данном случае такая возможность была. То обстоятельство, что в итоге заявку подала только БСП групп, и только они представили необходимый пакет документов для участия в конкурсе, не может являться основанием для того, чтобы считать, что такой конкурс не состоялся, либо проведен как-то незаконно. А вот те самые претензии о том, что трудно было найти информацию на сайте администрации про эти торги всевозможные, там несколько часов сотрудники прокуратуры, можно упрекнуть в неоткрытости? Ну, у нас на самом деле здесь нельзя рассматривать это как своего рода заговор, применительно исключительно в данной ситуации. Тяжесть отыскания той или иной информации на не только сайте администрации города Кирова, но и на любых других сайтах госструктур, она действительно имеет место быть. С этим надо что-то делать. Слушайте, честно, для меня туманным, непонятным остается то обстоятельство, что о подобного рода проблеме уже на протяжении нескольких лет широко освещается и в средствах массовой информации, и даже граждане фирмы, с которыми я работаю, неоднократно обращались в администрацию города Кирова, указывая именно на подобного рода недостатки информационного обеспечения, но, к сожалению, ничего не двигается, в основном не там. Администрация города в своих письмах, отвечая на поставленные вопросы именно в этом ключе, говорит о том, что они информацию приняли к сведению, безусловно, какие-то меры будут предприниматься, но ссылаются на два момента. Первый – это недостаточность финансирования по реконструированию сайта администрации города, а также на необходимость проводить данную процедуру, опять же, через торги. То есть необходимо формулировать техническое задание, выбивать смету, объявлять торги, необходимо точно так же эти торги проводить, проводить мероприятия по оценке тех услуг, которые администрация хочет получить. В общем, достаточно процедура длительная, затяжная, но, опять же, ничего не остается, кроме... — Но ведь от этого многое зависит, это и повышение эффективности работы. — Ну, безусловно, открытость, деятельность органов государственной власти, муниципальных органов власти является все-таки весьма существенным элементом открытости всей системы государственного управления. И нам неоднократно декларируют о том, что наша власть должна быть максимально прозрачна, а ее деятельность должна быть понятна, открыта и публично. Ну, что-то делается, недостаточно, конечно, делается. Ну, все, что мы можем в настоящий момент, это как-то раз за разом отмечать те проблемы, решения которых требуют в настоящий момент время. — Ну, может быть, тоже самое прокуратуре обратить на это внимание? — Ну, вот видите, прокуратура в настоящий момент обратилась в арбитражный суд, ссылаясь именно на недостаточную открытость того конкурса, который проводился. Арбитражный суд, я думаю, в любом случае даст свою оценку подобного рода заявлению, и пусть даже через силу, пусть даже по принуждению какому-то, но администрация города вынуждена будет как-то эту ситуацию менять с тем, чтобы избежать риска появления подобного рода исков в последующем. — На наши деньги, на бюджетные деньги. — Конечно, конечно. — Это все работы будут проводиться. — Ну, естественно, ведь в любом случае администрация любого муниципального образования существует исключительно лишь на деньги бюджетов, которые формируются за счет наших с вами налоговых отчислений. — Еще одно резонансное событие последнего времени, вернее, как событие. Эта история продолжается уже долгие годы. После сообщений в средствах массовой информации о том, что администрация Кирова продала участок земли площадью 4 гектаров, кадастровый номер заканчивается на 22, за 338 тысяч рублей, речь идет об участке земли, которую в обществе принято считать частью Парка Победы. По этому факту прокурор города Дмитрий Смоленцев инвестиционировал проверку. В ближайшее время прокурор пообещал представить кое-какую информацию по результатам этой проверки. Вот пока лишь ждем. Интересовались ли это? — Я слышал о подобного рода истории, причем из разных источников, и по большому счету, наверное, можно охарактеризовать ту информацию, которую владею я, все-таки, большей частью, как слухи. Прямо скажем, говорилось разное... — Слухи, вы имеете в виду сам факт продажи? — Ну, нет. На самом деле мне говорили о том, что якобы лицо, которое приобрело за подобного рода символическую цену, весьма большой земельный участок в очень хорошем и престижном месте города является лицом близким к администрации города Кирова. Упоминались фамилии. В этой части просматривалась некоторая коррупционная составляющая. Я думаю, что как раз задачей прокуратуры в том числе является контроль за использованием муниципального, то есть общественного имущества. И то, что прокурор города заинтересовался этой ситуацией, говорит, ну, как минимум, лишь только об одном, на мой взгляд, очень приятном для всех о том, что контроль существует и разбазаривать, ну, во всяком случае, не должны позволять наше общее имущество. Тем более, что земля — вещь конечная, она не появляется ниоткуда. — Ну, вызывает доверие, да, в этом случае позиция прокуратуры? — Ну, пока позиции как таковой, Володя, все-таки нет. То, что прокуратура собирается проверять подобного рода сделку, мне представляется весьма правильным. Я думаю, что наиболее интересную информацию мы с вами получим чуть попозже, если действительно подтвердятся слухи о том, что торги были непрозрачными, о том, что они были, как говорят, заточены под конкретного победителя. И еще и выяснится о том, что этот победитель каким-то образом связан с администрацией города, либо главой города. Ну, это будет определенная информационная бомба. — Ну, кстати, было ведь официальное, ну, можно сказать, опровержение от администрации Кирова, да, что ничего — Володя, я же сказал о том, что пока это всего-навсего случая. Могу единственное подпинять о том, что, опять же, вот к первому нашему с вами вопросу о недостаточной информационной открытости. С тем, чтобы как-то проинтивно не допустить распространения подобного рода слухов, ну, городу следовало бы как-то, на мой взгляд, все-таки объяснять горожанам смысл и логику своих действий, не говоря уже о том, что информировать всех о подобного рода операциях. — Ну, кстати, на сайте администрации до Кировской в разделе продажа земельных участков нет этого факта. По мнению депутата ЗАГС Собрания Дмитрия Русских, возможно, как-то другими путями это будет сделка проведена, возможно, появится в каком-то другом разделе. — Прокуратура разберется, давайте уповать именно на это. Во всяком случае, все-таки прокуратура – орган федерального подчинения. Идея создания ее состояла именно в том, чтобы контролировать в том числе и муниципальные власти. Подождем, я думаю, что информация, как минимум, из пресс-службы прокуратуры не заставит себя долго ждать. — Давайте еще в одном событии, связанном с землей. На этой неделе комиссия по городскому хозяйству в городе Думы будет снова рассматривать вопрос о постройке открытого стадиона в квартале Сурикова-Калинина-Попова-Некрасова. Это территория, прилегающая к Дворцу Пионеров. Для этого нужно, как известно, поменять статус земли с парковой зоны на ту, где возможно строительство спорт-объектов. В конце апреля эта комиссия по городскому хозяйству не стала выносить данный вопрос на городскую Думу, на заседание, ссылаясь на большой общественный резонанс. И вот на этой неделе будет собрана комиссия, на базе этой группы будут приглашены представители областного правительства, потому что, как известно, ситуация – это земля, вернее, областная. Была информация о том, что строительство стадиона и имитиатор его – это «Фольксваген-групп», официальным дилером которого является у нас, в том числе, «ТСК-мотор». И вот, в общем-то, не придется тратить деньги, «Фольксваген» все сам построит, хотя есть информация обратная, что «Фольксваген» к этому отношений никакого не имеет. Вот какая-то запутанность. Глава города выступает за этот объект, многие поставленные руководители тоже за этот объект, они ссылаются на то, что изначально проект этого парка, он предполагал в том числе наличие открытого стадиона. Вот масса информации, вы что-то какие-то расставили для себя какие-то приоритеты? – Опять же, вот из этой ситуации у меня лично возникает только вопрос. Например, если по ситуации с терраспортом, который планировал строить господин Сенаторов там же, информация у меня есть о том, что по истечению определенного срока использования, то есть 10 лет, это сооружение осталось бы в муниципальной собственности, то применительно к вот тому плану по строительству стадиона «Фольксваген» такой информации у меня нет. Вопрос. Если земля муниципальная, там виноват, если земля у нас непосредственно находится в собственности администрации Кировской области, решение о возможности-невозможности в силу земельного кодекса строительства чего-то принимается городской администрацией, то чей тогда будет стадион сам? Он будет принадлежать Кировской области или городу Кирову, либо это будет собственность ТСК «Мотор» либо «Фольксваген Групп». Мне это представляется весьма важным. Случались случаи, когда под видом строительства каких-то социально значимых объектов всего-навсего проводились сделки, направленные на изменение собственника земельного участка. Я, конечно, хочу надеяться, что в данном случае это не то. Однако, некоторые, опять же, контроль со стороны и общественности в том числе, и правоохранительных органов, и властных структур города Кирова и Кировской области, на мой взгляд, абсолютно необходимы. Процедура здесь очень простая. На первом этапе уполномоченные структуры администрации города Кирова в лице той комиссии, о которой вы говорили, принимают решение о целесообразности возведения подобного рода спортивного сооружения вообще и в этом конкретном месте в частности. Если решение положительное принято, признано о том, что да, действительно, подобного рода объект в этом месте необходим, что, естественно, делается по результатам в том числе и публичных слушаний. Значит, выходит непосредственно администрация на Думу с вопросом по смене статуса земельного участка, изменения вида разрешенного использования. Это вопрос чисто технический, но первоочередным всё-таки является принятие решения о необходимости и нужности такого спортивного объекта. Вы знаете, я думаю о том, что если Volkswagen Group за счёт собственных средств на муниципальной земле построит спортивный объект, при том, что он останется в муниципальной собственности до чести бы хвала, я бы думал о том, что это очень неплохо. Ну а само ваше отношение к данному объекту имеет место, право быть именно на этой территории? Вы знаете, я, что на этапе обсуждения обществом строительства терраспорт, встречался в том числе и с гражданами, которые являются противниками любой стройки. Вы знаете, на мой взгляд, на мой взгляд, однозначного какого-то ответа нет. У любого строительства, у любой идеи, у любой инициативы всегда есть сторонники, всегда есть лица, кто считает о том, что эта инициатива не нужна, объективно вредна. Нужен ли там стадион? Вы знаете, в первую очередь я бы, наверное, спросил всё-таки граждан, проживающих в том районе. Вот очень жаль, что не популярны у нас на любом уровне какие-то мини-референдумы на городские вопросы насущные. На Западе, где я бываю, приходится подобного рода обсуждения общегородские в пределах муниципальных округов, районов проходят весьма часто, и на них выносятся абсолютно зачастую кажущиеся ненужными вопросы, например... В общем, широкий спектр вопросов. Абсолютно. Начиная от обеспечения школьников горячим питанием до прокладки линии трамвайной, например, где-нибудь в Вильнюсе. Бывает. Вот жаль, что у нас этого нет. Как это будет у нас разрешаться? Ну, механизм общественных слушаний, на мой взгляд, начинание неплохое, призван как раз некоторый пробел в вопросе учёта общественного мнения восполнить, но всё-таки он немножко сыроват. Немножко сыроват. А в чём сырость? Ну, большинство... Решение за то, чтобы менять формат какие-то, да? Ну, на мой взгляд, имеет смысл. Ведь как проходят подобного рода действия, как общественное и публичное слушание? Ведь у нас достаточно большое количество граждан банально просто не знает, в чём эта процедура состоит. Никто не пойдёт ни в администрацию где-то участвовать в обсуждении данных вопросов, и писем никаких писать не будет. Соответственно, его мнение просто будет неучтено. На мой взгляд, вопросы, связанные с какими-то мини-референдумами в пределах муниципального образования, либо городского района, они позволяют более качественно это общественное мнение изучить и принять решение непосредственно в интересах и с учётом мнения тех людей, которые там живут. То есть референдум – это как сродни голосования? Ну да. То есть это определённый день, человек знает, что нужно прийти? Выносится на обсуждение для принятия решения населением, например, города Кирова. Какие-либо вопросы мы с вами просто в определённый день приходим, заполняем мини-бюллетенчики и сдаём их, они точно так же учитываются, анализируются, сводная табличка и принимается уже непосредственно итоговый документ, который позволяет судить за какое-либо решение, за какое решение проголосовали горожане. Либо за строительство на территории Парка Победы, либо против. Здесь есть минус, конечно. Подобная процедура стоит определённых денег. Ну, здесь как раз вопрос для нормотворчества открыт. Можно подумать, как её упростить, как сделать её легче, доступнее. Ну, как известно, общественное слушание пользуется зачастую очень малым интересам, единицы приходят, да? В чём вы видите причину такого явления? Людям неинтересно? Ну, прежде всего я вижу причину недостаточной активности нашего населения в слабой информированности о том, что из себя представляет подобного рода публичное слушание. А также то, что граждане не понимают, в чём смысл подобного рода процедуры. Они не считают о том, что они могут каким-то образом участвовать в публичных слушаниях, как-то повлиять на то или иное решение администрации города, например. Прискорбно, но наши власти бывают, сами подпитывают подобного рода отношения к ним. Да, зачастую люди просто не знают, что там-то и там-то в определённый момент, день будут проводиться эти сообщественные слушания. Но всё-таки общественные слушания – это не кухонный между собой, то есть не собрались, покричали, разошлись. По результатам общественных случаев принимаются определённые решения, которые перешагнуть, не принять во внимание весьма затруднительно. Ну вот чуть ранее мы говорили об открытости, в том числе об открытости сайта городской администрации. Может быть, тоже стоит как-то по влиять на городскую администрацию с тем, чтобы информация про общественные слушания доводилась более обширно? Или тут претензии уже неуместные, потому что администрация сообщает? А уж другое дело, дойдёт это или не дойдёт до людей? Всё-таки здесь я бы, наверное, думал о том, что донести до граждан, что такое общественное слушание, каков механизм принятия участия в них – это всё-таки дело наших правозащитников, общественных движений, общественной палаты. Всё-таки общественное слушание – это механизм контроля за деятельностью чиновников. Было бы странно, на мой взгляд, во всяком случае, если бы сами чиновники стремились как-то упрочить и ужесточить такой контроль. Поэтому здесь я думаю о том, что общественная палата, на мой взгляд, Кировской области должна озадачиться в том числе и развитием тех демократических институтов, тех инструментов, которые предоставлены действующим законодательством населению для того, чтобы как-то попытаться поставить чиновников под свой контроль. Ну, не только общественная палата, но и всевозможные общественные советы, которые созданы и создаются в различных структурах. У нас очень много в городе Кирове уже общественных организаций, общественных организаций. К сожалению, пока не до конца все-таки удается как-то скоординировать все усилия в ином русле, именно поэтому я и считаю о том, что здесь во многом задача именно общественной палаты, как пусть формального, но тем не менее органа общественности, с тем, чтобы все наши общественные организации двигались хотя бы в этом вопросе примерно по одной дороге. Давайте сейчас приверемся на короткую рекламу, после которой продолжится особое мнение юриста Яны Чеботарева. Особое мнение на 101FM И сегодня это особое мнение юриста Яны Чеботарева. Меня зовут Владимир Сметанин. Мы продолжаем. Сегодня много вопросов про деятельность прокуратуры. Задаю, задам еще один. 27 мая в Кировском областном суде будет рассматриваться апелляция прокуратуры на опроводательное решение в отношении Олега Березина и других фигурантов дела о продаже акции Уржомского СВЗ. Как известно, все эти фигуранты были оправданы Октябрьским районным судом. И вот прокуратура подает апелляцию. Что вот это, на ваш взгляд, такая обычная практика для прокуратуры? Ну, надо еще как-то показать себя, подать апелляцию. Возможно, что-то изменится. Или что это? Ну, с одной стороны, все-таки прокуратура, как активная сторона процесса, обязана, на мой взгляд, наиболее близко приближаться к истине, в ситуации с Олегом Юрьевичем она выглядит не лучшим образом. Требовалось со стороны гособвинения наказание в виде реального лишения свободы, причем немаленького абсолютно. И в итоге получился оправдательный приговор. Ну, конечно, где-то местами имеет место быть попытка защитить часть мундира, безусловно. Может быть, может быть, все-таки здесь я рискну предположить о том, что идут какие-то переговоры в части изменения приговора. Все-таки человек оправданный получает возможность на реабилитацию с учетом того срока, который господин Березин провел под домашним арестом. В СИЗО? В СИЗО. Я думаю, что здесь риск, я не думаю, что это будет на самом деле, я думаю, что риск есть в настоящий момент. Риск того, что государственный бюджет Российской Федерации будет должен весьма круглую сумму денежных средств, не радует никого из сотрудников областной прокуратуры. Я не думаю, что всю ситуацию с уголовным делом инициировали именно они. Но, тем не менее, отдуваться придется им. Соответственно, в том случае, если оправдательный приговор вступит в законную силу, я надеюсь и думаю, что это будет так. Некоторые проблемы у органов прокуратуры будут. А вообще, на ваш взгляд, вот это дело, да, это нечто из ряда вон выходящее, так по сравнению с обычной судебной практикой, когда человек долго провел, да, в заключении, под домашним арестом, когда такое требование прокуратуры серьезного наказания и бац, оправдательный приговор. Вот ключевое слово это бац. Бац. Да, именно. Вы знаете, судебная практика говорит как раз об обратном, о том, что, ну, общепризнанным, общеизвестным является то обстоятельство, что наши суды оправдывают очень редко, очень редко. Если дело доходит до суда с обвинительным заключением, ну, можно вести борьбу за срок наказания, за то, чтобы приговор был не связан с реальным лишением свободы. Полное оправдание это, конечно, нечто из ряда вон, это меньше десятой доли процента. Ну, случаи бывают, случаи бывают во многом. Конечно, безусловно, эта защита господина Березина отлично поработала, безусловно. Ну, и все-таки не будем сбрасывать со счетов определенный вес самого Олега Юрьевича в той ситуации, в том, в той ситуации, которая имела место быть. Очень похоже было, что изначально все это дело было высосано из пальца, не побоюсь этого сказать. Я думаю о том, что причина этого дела и заказчики его находятся не на территории города Кирова и Кировской области. Ну, опять же, рискну спрогнозировать о том, что во многом в этом деле виновата публичность господина Навального, а также некоторое неудобство фигуры действующего кировского вятского губернатора для каких-то его недоброжелателей. То есть, все-таки, я считаю о том, что дело Березина было срежиссировано исключительно и направлено не столько против самого Олега Юрьевича, сколько против Никиты Юрьевича. Давайте про деятельность полиции еще немножко. Как известно, указом президента Путина от 8 мая этого года главой Управления МВД по Кировской области был назначен экс-уженачальник Главного управления МВД по Кемеровской области Константин Никандрович Селянин. Представления общественности нового главы, по-моему, еще не было. Ну, вроде нет. Фотографию Бараса публиковали, и все. Да. Фотография взята, видимо, с сайта УМВД по Кемеровской области. Да. Собственно, мы сейчас с вами в перерыве уже говорили, что вспоминали Сергея Александровича Солодовникова, и вы сказали, что трудно будет новому главе в МВД как-то блеснуть ярче, да, так скажем, чем... Не, ну, зато стимул какой. Ну, стимул, да. И Константин Никандрович в настоящее время находится в должности, в зоне, вернее, полковника, должность эта генеральская. Вот, не знаю, ваше видение, что ли, работы полиции при новом начальнике, или тут как-то трудно что-то предполагать? Ну, предполагать что-то, безусловно, очень тяжело, потому что с деятельностью нашего нового начальника УМВД мы не особо знакомы, как он себя проявил в Кемеровской области. Единственное, то обстоятельство, что он получил все-таки повышение, позволяет надеяться, что это повышение заслуженное. Я думаю о том, что тот положительный импульс, который придал нашей полиции такой яркий персонаж, как Сергей Александрович Солодовников, и медийно яркий, и откровенно заинтересованный в своем деле, не боящийся привлекать общественные структуры к деятельности полиции. Дружинников. Дружинников, ночной патруль, не боящийся неудобных вопросов. Я думаю, что такой импульс сохранится надолго, и, наверное, новый начальник нашего МВД никоим образом не прекратит эту весьма положительную практику, а наоборот, будет ее развивать и дальше. А ваше мнение такое общее о деятельности кировской полиции в настоящее время? Я знаю достаточно много сотрудников действующих органов полиции. Вы знаете, все они, как правило, люди заинтересованы в своей работе, в тех результатах, которые они достигают. На мой взгляд, это очень хорошо, потому что когда у человека потухают глаза, и он отбывает номер просто. Вот это страшно. Опять же, я могу сравнивать с тем, как работают сотрудники органов внутренних дел на территории сопредельных республик и областей. Ну, вы знаете, у нас еще... Сопредельных с Кировской области. С Кировской области. Ну, конкретный пример. Татария. Вот у меня у знакомого недавно в Татарстане ездил по делам, сломали стекло. У машины утащили оттуда сумку. Он, бедный, провел 12 часов в полицейском участке, причем первые 3,5-4 часа его уговаривали не подавать заявление. Ну, разве это дело? Вот так что у нас еще все очень хорошо. Ну, в итоге приняли заявление? Приняли, приняли. Было написано, собственно. Да. Начали следственные действия, возбудили дело. Но это уже, простите, после того, как человек твердо сказал о том, что нет, принимайте заявление, иначе буду жаловаться. Ну, что касается нового главного полицейского области, я открою небольшой секрет, но, может, это не секрет, просто обычная журналистская работа, мы будем добиваться собственного интервью с Константином Никандровичем. Но, я думаю, не откажет. Да, безусловно. Сергей Александрович Ладовников охотно весьма всегда шел на эти вещи. Остается у нас немного времени, и вот какая интересная тема мне попалась накануне по поводу медицинских работников. Как известно, у нас периодически выявляются такие случаи, когда медик, медсестра, фельдшер нарушают нормы этики, такие, когда фотографируются на фоне пациентов и выкладывают эти фотографии в социальные сети, когда нелицеприятные вещи пишут, опять же, в соцсетях про своих пациентов. Вот зимой этого года как раз-таки эти явления не обошли наш город. Фельдшер скорой помощи, в частности, была уволена за то, что за упомянутые мною вещи. И вот, видимо, именно это подвергло, вернее, сподвинуло Министерство здравоохранения разработать проект «Кодекс этики работников системы здравоохранения». Согласно документу, медработники не имеют права рекламировать свою профессиональную деятельность. Также им запрещено негативно отзываться о коллегах и их работе в присутствии пациентов и их родственников. Профессиональные замечания в адрес коллеги должны быть аргументированными, доброжелательными и определяться защитой интересов пациента. Работник системы здравоохранения не должен курить и другими способами вредить своему здоровью. В проекте прописана необходимость вести здоровый образ жизни, а также необходимость пропагандировать его через средства массовой информации. Вот такой кодекс проекта. Его всего там 25 пунктов. Целесообразность этого всего. По мне, так, работа медика, ну, она, что ли, на моральном, на подсознательном уровне она предполагает такие вещи. Вы знаете, я не знаю, принимают ли сейчас медики клятву Гиппократа. Принимают, конечно. В моё время это была клятва советского врача, она немножко по смыслу отличалась от общепризнанного мирового шедевра клятвы Гиппократа. Я думаю, что некоторая нехватка воспитания в настоящий момент есть во всех слоях общества, вне зависимости от того, чем конкретно человек занимается. Среди юристов много неморальных людей. Есть люди, не знающие норм, правил поведения среди медиков, среди инженеров, да среди кого угодно. Поэтому здесь можно только приветствовать то, что Министерство здравоохранения пытается, пусть из-под палки, но насадить какие-то абсолютно правильные вещи. Я думаю, что кодекс этики будет доработан, принят и будет являться дополнением, скорее всего, к тому контракту, к тому трудовому договору, который заключается непосредственно с каждым специалистом. Хотя, хотя, немножко мне, конечно, как юристу резонуло слух обязанность врачей вести исключительно здоровый образ жизни, слишком расплывчатые понятия. Ну, не курить на работе, согласен абсолютно, дома может, пожалуйста, курить сколько угодно, хоть из ушей пусть дым пойдёт. Тем более, что почему-то мне кажется, что ряду специальностей врачебных некоторые вредные привычки, они свойственны. Почему-то вот именно хирурги у меня всегда ассоциируются с сигаретой, немножко разведённым медицинским спиртом, но не в рабочее время. Ну, это скорее, такие уже байки какие-то. Ну, просто можно же эту вещь, этот кодекс продолжать, что такое здоровый образ жизни, жирного не есть, бегать по утрам трусцой, ну, смешно. То есть, право должно быть определённым, то есть, должно быть понятно, что конкретно предписывает данный нормативный документ, слишком общие слова, они откровенно вредят. Ну, идея здравая. Ну, а в настоящее время пациенты, оказавшиеся, ну, так, жертвами, да, в кавычках, таких аморальных докторов, с них можно получить что-то? Вот за эту же выкладку фотографий в соцсети, за непристойные написи, комментарии. Ну, безусловно, безусловно. У нас и без подобного рода документа каждый гражданин имеет право на защиту чести и достоинства дела в репутации. Соответственно, если какое-либо деяние, всё равно, кто его совершил по профессии, врач ли, юрист ли, инженер, сантехник, милиционер, без разницы, как-то ущемил охраняемый законом категории личности гражданина, он имеет право на соразмерную и денежную компенсацию и иные способы защиты. Кодекс сам по себе, на мой взгляд, здесь нашим коллегам, моим коллегам поможет просто более аргументировать исковые требования. Не более того. У нас остается буквально минута, к сожалению, не успеваем мы с вами поговорить про тему туризма. Жаль, очень интересно. Вот жаль, да, вы как человек путешествующий, да, очень часто и по делам, в том числе. Не успеваем поговорить, к сожалению, я хочу вас спросить про памятник Трифону Фятскому. В конце этой недели, как известно, он будет установлен рядом с центральной гостиницей, вот в том целом сквере на перекрёстке Ленина и Московской. Ваше отношение к данному объекту? Ну, вы знаете, я положительно отношусь к установке памятника, тем более, что, на мой взгляд, имеет место быть яркий пример сотрудничества общественности, муниципальных властей, правительства Кировской области. Это ценно. Ну, всем миром, что называется, собирали деньги, я напомню. Место намоленное, место намоленное, кто не знает, там до событий 1917 года церковь вообще стояла. Трифон Вятский персонаж, весьма важный, оставивший определённый след в истории нашего края. Я думаю, что уж как раз он-то достоин увековечивания его памяти не только путём установки раки в Трифоновом соборе, в Успенском соборе Трифон монастыря, но и непосредственно путём установки гражданского памятника. Завершается на этом «Особое мнение», и сегодня это «Особое мнение» Иоанна Чеботарёва и юриста. Спасибо большое, до новых встреч, до свидания. До свидания. «Особое мнение» на 101FM